Сегодня у Гомеля пройшла навыково-практичная конференция, присвеченная истории бела-червона-белого стяга. Особливую увагу звернули на его выкористание под час Великой Айчинной войны. Интерес, миновита, до этого периода не выпадковый. У Беларуси еще много людей, которые хорошо памятают в тот час. На думку организаторов, сегодня необходимо больше активно расслумачивать людям, в первую очередь молодым, какие ассоции должны выкликать в таких стях. Инициатором проведения конференции выступил прокурор в области Виктор Морозов, который в последний час детально занимается выучением материалов об выкористании националистической символики коллаборационистами. Об этом сейчас на Гомельщине означаются спробы реабилитовать полицая, которые помогали оккупантам под бело-червоно-белым стягом и были покараны после вызволения территории червоной армией. Могу даже показать приговор военно-полевого суда, который состоялся в Чечерске, 120-й стрелковой дивизии. Он датирован мартом 1944 года, когда трое полицаев с бандой так называемой Буглая, а их немцы называли Белый легион, которые прикрывались белокрасной белой символикой, и которые на территории нашей области уничтожили около трех тысяч населения. Целый месяц шло следствие, и живые свидетели, уцелевшие жертвы вот этих преступлений, изобличали преступников. Вот такие суровые приговоры. И я считаю, сегодня будет не лишним напомнить нашим людям про то суровое время. И то, что сегодня молодежь выходит под бело-красно-белыми флагами, пускай знают, что для людей военного поколения это было равноценно свастике, которую на флагах немцы помещали.